Так вот подснашивается, и в принципе это на самом деле смотрится неплохо. Вам не потребуется ремонт делать регулярно. Если вы планируете сделать кафе, не делайте ламинат, это выглядит дешево. Наконец-то на третий день пребывания в Праге мы дошли до Карлового моста в светлое время суток. Положили в фаотичном порядке или в каком-то там неосознанном порядке, но не так красиво, как у нас в Москве или в Санкт-Петербурге. Ой, теплая-теплая вода. Всем привет! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. Мы находимся в Праге, и сегодня я решила вам показать, как мы завтракаем. Мы зашли, проходя по дороге на Карлов мост, в кафе, с очень, на мой взгляд, симпатичным интерьером. Такой исторический, посмотрите, мы сидим за таким столом с инкрустациями. Ира сидит на диванчике у окна. Мы с Андреем. Андрей возле библиотеки. Вот можно взять книжечку, почитать. Ну и как бы здесь вот такие стулья. Мне кажется, исторические. Какие они венские? Ну, они не венские. На полу, обратите внимание, натуральная массивная доска шириной где-то 20 сантиметров. Абсолютно не боятся люди делать кафе с массивной доской. Она со временем вот так вот подснашивается, и в принципе, это на самом деле смотрится неплохо. Вам не потребуется ремонт делать регулярно. Если вы планируете сделать кафе, не делайте ламинат, это выглядит дешево. А как бы натуральная массивная доска, она будет служить долго. Если вам захочется обновить интерьер, то вы можете сделать реставрацию. И как бы он будет как новый. Потому что натуральная массивная доска, она имеет большую толщину. Вы можете много раз ее циклевать. Вот то, что она такая потертая, в принципе, для многих имеет большое значение. Это значит хорошая проходимость в кафе. И здесь наверняка вкусно. Поэтому, когда вы выбираете кафе, тоже смотрите. Выбирают по туалету и по самому полу. Здесь перегородки. Вот такие вот отдельные. Вот у нас отдельный уголок. Дальше библиотека. И второй зал с венскими солями. Извините. Вот есть детские стульчики. И посмотрите, что здесь есть небольшие. Вот если вы вдвоем пришли, маленький столик. У нас компания. Большой стол с инкрустацией. Разная высота столов. Там овальный стол. Журнальные столики. И то есть создается такая атмосфера домашнего уюта. Как будто бы вы находитесь у кого-то в гостях дома. Освещение, кстати говоря, здесь не очень ярко. Видите, здесь люстры в каждом зале. И бра. То есть дополнительных источников света нет. Ну, как мы там любим еще, скажем так, софиты какие-то использовать. В ресторане уют создают именно такие небольшие источники света. И вот сейчас еще дневное освещение. За окном очень красивый вид на черепичные крыши Праги. Что мы будем брать на завтрак? Здесь вот специальное меню. Сегодня суббота. И по субботам завтраки до 12. А по будням до 10.30. Мы не успевали в будние дни на завтрак, потому что хотелось выспаться. Я посмотрела, что на завтрак. Вот есть английский завтрак. Жареный бекон, фасоль в томатном соусе, жареные яйца, сосиски для завтрака, грибы и помидоры. Давайте посмотрим дальше зал. Обратите внимание, в нижней части отделка панелями из натурального дерева. Классический такой стиль. Розетки встроены в нижней части. И вот здесь центральный вход. Обширный выбор каких-то сладостей. И обслуживающий персонал за барной стойкой. Здесь полки, стеллажи. Здравствуйте. Стеллажи с посудой. И в окне мы видим кухню. Окна со ставнями очень симпатичные. Посмотрите, как уютно. На низких креслецах, диванчиках люди сидят. И, конечно же, мне нравятся вот эти двери с витражами, с пескоструем. С очень красивым классическим рисунком. Очень симпатичный исторический камин. Мне кажется, какая-то буржуйка. Это в отделке из критки. Ну, а наверху незамысловатая роспись. Мне она не нравится, но выглядит забавно. И вот смотрите разделение зала. Первый зал мы прошли. Перегородочка из натурального дерева. Второй зал со стеллажами мы видим на просвет. И в дальней части мы видим зеркала, которые отражают вот эти вот книги. И, соответственно, увеличивается объем помещения визуально. И сейчас мы приближаемся к Орлумасту. Наконец-то на третий день пребывания в Праге мы дошли до Карлового моста в светлое время суток. Чтобы посмотреть и полюбоваться при свете дня. Сегодня очень удачно даже еще и светит солнце. Карловому мосту 600 лет. Он был заложен в 1357 году. 5 часов в 31 минуту. Это какие-то магические цифры, о которых вы можете прочитать в интерьере. В интернете. Как тебе, Андрей? Нравится? Очень красиво. А город Прага? Много видов тоже здорово. А ты же вроде как любишь больше Флоренцию. Ну, немножко напоминает. Флоренция все равно остается по-прежнему. Номер один? Номер один. Поедем еще раз в Прагу? Обязательно. По преданию, надо посередине моста, посередине Карлова моста поцеловаться, чтобы быть неразлучными всегда. Вот мы сейчас с Андреем найдем середину моста и скрепим наш союз. Вот, по-моему, середина. Да. Как ты считаешь? Ну, может быть. Вот она середина. И теперь скрепим свой союз. И всем желаем тоже счастья, любви, верности. Это то самое место, откуда сбросили вот с моста священника, который хранил обет молчания. И, точнее, он не разглашал тайну исповеди. За что он был сброшен с моста? Вот прямо отсюда его сбросили. Но все люди тоже тут гладят вот эту скульптурку, этот рельеф и крестик, чтобы тоже было счастье. А там можно было загадать желание. В общем, все, что нужно, сделали на этом мосту. А сейчас мы поедем на метро. Покажу вам метро. Пражское. Французское вы видели. Итальянское видели. Американское видели. А теперь чешское. Покажу вам метро. Ну, теперь мы сели в поезд, чтобы ехать на нашу станцию. Выше грады, понятно? Выше только будут звезды. Вот народ сидит, скучает. Сейчас нам надо сделать пересадку на линию С. Вот там вот, видите, стрелочка. Вот, отделка стен шариками. У нас в метро в Москве и Санкт-Петербурге намного богаче отделка. Конечно, мы увидели отделку мрамором, но здесь все как из дешевой плитки. Положили в хаотичном порядке или в каком-то там неосознанном порядке. Но не так красиво, как у нас в Москве или в Санкт-Петербурге. Обратите внимание, мы спустились в метро, а приехали на станцию уже наземную. Вид на Прагу сверху. А вот это какое-то подобие китайской стены. Посмотрим в интернете, что это такое. Ну и главный собор вот там вдали виден, конечно. Который строился 700 лет. Как в Александра-Невской лавре. Смотрите, как оригинально оформлена могила. Внизу цветы, ржавый лист, там прорези в виде креста. В нижней части фонари для подсветки этого креста. В вечернее время, я думаю, это выглядит очень впечатляюще. Здесь традиционная как бы скульптура Иисуса Христа. Красиво оформлен потолок, роспись. Кладбище, заслуживающее уважения. Смотрите, как выглядит современное это здание. Как вы думаете, какой это век? Это, ребята, 14 век. Представляете, называется это монастырь Святой Эмаус или Святой Эммы. По одноименному названию дворца Эммы, который был построен неподалеку. Поедем в Карлово-Варе. На самом деле, я во французском видео вам рассказывала, как я на этот автобус опоздала, как я его остановила на дороге. Снять его снаружи не удалось. Вот сейчас снимаю снаружи. По-моему, он как бы двухэтажный, очень комфортабельный. Из Парижа я ехала, по-моему, на одноэтажном автобусе. Ну, посмотрим дальше Чехословакию. Вот мы приехали в Карлово-Варе. Посмотрим этот город. Город-курорт, где можно проходить лечение. Здесь горячие источники. Очень-очень круто. Что характерно для Чехословакии, Праги. В частности, я вижу, что в Карлово-Варах, это то, что очень много росписи на фасадах. Вообще фасады очень богатые. Наверное, вы обратили внимание, что нигде не висят кондиционеры. То есть, так же, как у нас на фасадах не разрешено вешать кондиционеры. Я единственное, не знаю, ни у кого спросить, существуют ли вообще кондиционеры внутри домов. Потому что, может быть, они в каких-то внутренних двориках висят. Но если этого нет, то, наверное, это не очень комфортно. Насколько я знаю, в Венеции нельзя использовать кондиционеры. Потому что, не только потому, что это портит фасад здания, но еще потому, что там здания могут быть подвержены большему разрушению при наличии кондиционеров в квартирах и домах. Вот это здание отель Амбассадор ранее был охотничьим домом. Амбассадор ранее был охотничьим домом. Вот таким образом наливают целебную водичку, и все пьют. Кто в термос, кто в бутылку, кто в специальную чашечку. А это кричат, судя по всему, китайцы. Это горячий источник бьет. Вот такой фонтанчик. Видите, даже пар от него идет. Ой, теплая-теплая вода. Здорово, очень. Пластно. Смотрите, какая архитектура. Здесь много различных целебных источников. И можно набирать водичку целебную, пить ее. Вкусно? Дай я попробую. Солененькая. Невкусная. 30 градусов температура. Солененькая водичка. Видите, какой кристалл. Следующая. 50 градусов. Тоже красивая такая колонна. А вот здесь даже 72 градуса. Можно чай попить. Ой, какая горячая. Обратите внимание на этот фрагмент архитектуры. Буквально на фасаде находится черепичная крыша. Да, здесь очень много мансардных таких в Карловых Ларах этажей. Видите? И у нас возникла следующая версия. Что когда это мансарда, то, наверное, там обложение налогами значительно ниже. Или там за мансардные этажи налог не берут. Не знаю. Какая версия у вас, дорогие зрители. Или, может быть, кто-то знает действительно, почему это так делается. Потому что это очень красиво, живописно. Но я лично к мансардным этажам отношусь. Ну, с такой, как бы, опаской. То есть, я считаю, что под крышей жарко. Потом, там, с точки зрения планировки, ее сложнее обустроить. Потому что, там, площадь, например, 100 метров, по факту, будет как 50 из того, что вы хотите поставить. Но здесь, вот, как бы, в Карловых Варах очень много таких решений. Видите? Поэтому, если вы знаете, почему так происходит в Чехословакии, то обязательно напишите в комментариях. Мне будет интересно это узнать. Ну, вот здесь, однозначно, вы же видите, это все фасад здания. И только в некоторых частях отделка в виде кровли. То есть, если вот в домах напротив, это действительно мансардные этажи, то здесь, вот, однозначно. Здание, правда, облупившееся, требует реставрации. Вообще, в Праге и в Карловых Варах очень все чистенько, аккуратненько. Большинство домов отреставрировано. Сейчас мы только что прогулялись по такому частному явно сектору. Все домики аккуратные. У всех садики какие-то аккуратные. И вот здесь даже дом облупившийся, а сад, посмотрите, ну, цветочки посажены, все аккуратненько. На мой взгляд, классно. Дорогие друзья, сегодня мы посетили Карловы Вары. Последний день в Чехии. Мы сейчас отправимся в Прагу. И завтра утром самолет. И если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Если было что-то непонятно, задавайте вопросы. Ну, а так, конечно же, традиционно подписывайтесь на мой канал. И чтобы не пропустить новые видео, нажмите на колокольчик. Ну, а сегодня всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!